Занимая промежуточную позицию между компактным Evoque и более крупным рейндж-ровером Sport, Velar стал четвертой моделью в линейке премиального японского бренда. Имея коэффициент лобового сопротивления всего 0,32, Velar на момент своего появления стал самым аэродинамически обтекаемым рейндж-ровером в истории бренда. Но нас, конечно же, интересуют куда более фундаментальные вещи. Каков он в надежности и эксплуатации? Сейчас узнаем. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Рейндж-ровер Velar впервые был представлен в Лондонском музее дизайна 1 марта 2017 года. А спустя несколько дней состоялась его официальная презентация на Женевском автосалоне. Вскоре после этого он стал доступен для заказа, а первые поставки дилерам, в том числе и российским, начались в мае того же года. Британцы предлагали эту модель, всегда полноприводную, оснащенную восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, с чрезвычайно широкой линейкой двигателей. Ее основу составляли бензиновые и дизельные моторы нового семейства Ingenium. Правда, в процессе производства ленд-роверовцы регулярно вводили и выводили из нее те или иные движки, поэтому их список получился весьма обширный. Бензиновый ряд начинался с двухлитровых четырехцилиндровых рядных Ingenium AG200. 300-сильный мотор, который исчез из гаммы в 2019 году, получил индекс P300. 250-сильный, соответственно, индекс P250. А в конце 2020 года его сменил мотор мощностью 249 лошадиных сил, который получил индекс P249. Более мощные машины имели под капотом трехлитровый V-образный 3.0 Supercharged, также известный как AJ126 в двух вариантах форсировки. Его 340-сильная версия именовалась P340, а 380-сильная, отстрелявшаяся в 2019 году, P380. Опять же, в конце 2020 года трехлитровая гамма также претерпела изменения. Место единственного оставшегося в ней V6 заняла рядная шестерка, к тому же еще и гибридная Ingenium AJ300 мощностью 400 лошадиных сил. А на вершине модельного ряда стояла 5-литровая V-образная 8-цилиндровая классика LR V8, ну или, как его еще называют, 5.0 Supercharged. Дизели стартовали с двухлитровых рядных четырехцилиндровых Ingenium AJ200D. Модификации Velara с этими агрегатами были самыми популярными на российском рынке. А сегодня на вторичке они составляют две трети всех предложений. Мотор, выдававший 180 лошадиных сил, именовался D180, 240-сильный — D240. В 2020 году в строй вошел движок мощностью 199 лошадиных сил, заменивший первые два. Он получил индекс D199. Далее шла пара модификаций трехлитровой V-образной фордовской шестерки AGD V6. Первая модификация носила название D275, мощностью, соответственно, 275 лошадиных сил. Она была доступна до 2019 года. Более мощная версия носила индекс D300 и выдавала, соответственно, 300 лошадиных сил. Вот тут надо быть особенно внимательным, потому что во все том же 2020 году эту версию AGD V6 заменил рядный шестицилиндровый трехлитровый Ingenium AGD 300D с тем же обозначением D300, поскольку развивал те же 300 лошадиных сил. Таким образом, в линейке Velara образовались два мотора D300, не имеющих друг с другом ничего общего. И еще один интересный факт. Несмотря на сильную корректировку агрегатного ряда в 2020, этот год нельзя считать рестайлингом модели. Официально он произошел в 2023 году, и, как вы понимаете по официальным каналам, до наших дилеров рестайлинговые машины не доехали. Поэтому обратимся к дефектам дорестайлингового исполнения и начнем с бензиновых версий кроссовера. По двухлитровым моторам в 2021 году проходило две кампании. Первая касалась топливного насоса, а вторая — электропомпы. На основе выявленных замечаний владельцев кроссовера была сформирована производителем программы диагностики, по результатам которой выбранные узлы либо менялись, либо нет. И, как выяснилось в итоге, нареканий на топливный насос было не так много. Поэтому и замены были достаточно редки. А вот с помпой все было хуже, потому что замен было гораздо больше. Также на бензиновых инжениумах, но уже любого объема, фиксировались перепады давления масла с появлением в памяти соответствующих ошибок. Как оказалось, проблема была связана с ненадлежащей фиксацией шкива коленчатого вала, из-за которого приводная звездочка масляного насоса могла подклинивать. Соответственно, чтобы устранить проблему, нужно было заменить болты крепления шкива. Трехлитровые суперчарджиды продолжили и на Веларах, к сожалению, грешить своим самым главным изъяном — слабеньким натяжителем цепи газораспределительного механизма, из-за которого ее приходилось менять. Это весьма трудозатратная и дорогостоящая операция, необходимость в которой может возникнуть на совершенно разных пробегах — и на 50, и на 200 тысячах километров. Привод нагнетателя также может выйти из строя чаще, уже на второй сотне тысяч километров пробега. Пятилитровым суперчарджидам, как старшим братьям трехлитровых, свойственны те же проблемы. Плюс на них уже на довольно небольших пробегах выходили из строя задние кислородные датчики. Знающим людям это становилось ясно по появлению ошибки P2276-200. Но поскольку лямбды для этих двигателей — деталь довольно дорогостоящая, то обычно вместо замены лямбды попросту отключали. Беда трехлитровых V-образных дизелей — патрубки интеркулера. Их ресурсов едва хватает на 60-70 тысяч километров, после чего резина становится хрупкой и ломкой, вследствие чего патрубки растрескиваются и постепенно приходят в негодность. А характерный признак данной неполадки — это свист из-под капота. Пугаться и бежать искать новую турбину не надо. Скорее всего, это патрубок, и он недорогой. У двухлитровых дизелей с этими патрубками тоже все неладно. Но дело не в быстром износе корпуса, как у V-образных шестицилиндровых собратьев, а в потере герметичности в зоне удерживающих зажимов, вот как здесь. Из-за чего патрубок будет запотевать. А со временем вот эти запотевания могут превратиться, ну, фактически в течи. Патрубок будет попросту мокрым. Изучив полученные жалобы, производитель в 2020 году выпустил сервисный бюллетень, который предписывал устанавливать дополнительные уплотнительные колечки с обоих концов патрубка. Также известны случаи, когда к 60-70 тысячам километров приходил в негодность электронный термостат. Машина очень долго, гораздо дольше, чем это обычно положено дизелю, прогревалась на холостом ходу. А потом довольно быстро теряла тепло в движении. Температура едва поднималась до 45-50 градусов. Виновник обнаруживался быстро. Термостат, который в гарантийный период можно было заменить бесплатно. Позже умирали датчики давления выхлопных газов. И вроде бы в поведении машины ничего не меняется, но начинает возникать ошибка P0473. И сколько бы ты ее не глушил, она будет появляться вновь и вновь. В этом случае, конечно, лучше поставить новый датчик, несмотря на его дороговизм. Потому что если поставить бушный, то, скорее всего, проблема через какой-то момент будет возникать вновь и вновь. На этих же пробегах на трехлитровых инжениумах начинают возникать сложности с запуском в холодное время года. А это значит, что свечи накала постепенно отходят в мир иной. Система предпускового подогрева, которой штатно комплектуются Велары с обоими типами двигателей, тоже может стать источником головной боли. Уже на сравнительно небольших пробегах в районе 40-50 тысяч километров клинило циркуляционный насос системы. К сожалению, восстановлению он не подлежит. В этом случае только замена. Еще одно, судя по всему, врожденное слабое место Веларов с любым типом двигателей — ребра воздуховодов правого переднего подкрылка, которые перетирают вспомогательный радиатор. Они выполнены из довольно жесткого пластика, поэтому после 50-60 тысяч километров от их постоянного соприкосновения с теплообменником на последнем могут образоваться повреждения, из которых будет вытекать охлаждающая жидкость. В итоге радиатор придется заменить, потому что никакие склейки или запайки не помогут. Это временная мера. Дилеры проводили эту замену по гарантии без лишних препирательств. О трансмиссии Велара скажу коротко. По восьмиступенчатой автоматической коробке передач, которой здесь служит широко растиражированная коробка ZF семейства 8HP, так же, как и по системе полного привода, массовых системных нареканий пока не выявлено. А вот переходя к ходовой части, надо сразу сказать, что у Велара, на удивление, слабые ступичные подшипники, которые представляют собой единое целое со ступицей. Хватает всего 50-60 тысяч километров, чтобы появился отсюда характерный гул, свидетельствующий о неминуемом приближении кончины подшипника. Инициативные владельцы кроссоверов умудрялись менять ступицы по гарантии, хотя с оригиналом сейчас огромный дефицит. Например, кто-то для решения данного вопроса даже ездил из Москвы в Нижний Новгород. Менее везучие велороводы платили свои деньги. Есть мнение, что подшипник можно поменять отдельно. Тем более, что подходящий по размерам несложно будет подобрать. Но такой ремонт невозможно назвать качественным. Почему? Потому что сама по себе конструкция ступичного подшипника третьего поколения, а именно к таким, к таковым, относятся совмещенные со ступицей подшипники Велара, предполагает обеспечение преднатяга в заводских условиях его производителя. Даже самый передовой автосервис не сможет его выполнить у себя, поэтому срок службы узла окажется предельно низок. Активные задние амортизаторы пневматической подвески тоже вызывают справедливое разочарование владельцев кроссовера. Ресурс в 35-40 тысяч километров для них считайте достижением. Обычно к 20 тысячам километров они уже могут начать энергично подтекать, а еще через 5-10 тысяч полностью кончится. Официалы, естественно, меняют их без каких-либо проблем, по гарантии, но затем, через какой-то срок, все повторяется вновь и вновь. Некоторые фирмы предлагают ремонт. Берут недорого, но результат может быть непредсказуемым. Хотя чаще всего восстановленной детали хватает также не более чем на 20-30 тысяч километров. И родные тормоза также не служат образцом надежности. 30-40 тысяч километров и для них серьезный подвиг. Продолжая изучать нижнюю часть автомобиля, обращаем внимание на выдвижные пороги. Обычно на 3-4 годы, в зависимости от условий эксплуатации, может закисать механизм привода. Подножка будет заедать, либо, например, выдвигаться и задвигаться обратно, ну и так далее. Как бы велороводы не пытались списать это на конструктивный дефект, ни одного случая ремонта по гарантии нам обнаружить не удалось. Только за собственные деньги. Но если регулярно, хотя бы раз в год проводить обслуживание, продувая, прочищая и затем просушивая механизмы привода, проблем с порогами быть не должно. А вот выдвижные ручки дверей кроссовера стали буквально притчей во языцах. Нет, на самом деле британские инженеры все очень хорошо продумали и не обманули. Вообще, мощности стандартных электромоторов приводных механизмов достаточно, чтобы ручки могли пробить слой ледяного панциря толщиной 3-4 миллиметра поверх них. Однако, сбои в их работе могут возникнуть вне зависимости от каких-либо экстремальных погодных или каких-либо температурных перепадов. Они могут начать глючить сами по себе. Например, ручка может не выдвигаться наружу, даже при отсутствии каких-либо внешних помех и препятствий, так и утапливаться внутрь. Совершенно вне зависимости от погодных условий. Будь то жаркий день, как сейчас, ну или морозная зима. Информацию о данном дефекте производитель получил достаточно оперативно и сразу принялся вносить коррективы в конструкцию узла. Что именно вызывало сбои, неизвестно. Вроде как приводной механизм и правда оказался безупречен. А вот приемно-передающая электроника по неофициальным признаниям некоторых дилеров страдала каким-то изъяном. Только к 2020 году, после многочисленных неудачных попыток устранить его, как свидетельствуют владельцы автомобиля, появилась версия, не вызывавшая нареканий. А до этого момента на отдельных экземплярах ручки на автомобиле могли менять до нескольких раз. Вообще разнообразные электронные глюки – это характерный признак многих современных автомобилей. И Вилар тут не исключение. Из его типичных заскоков можно выделить, во-первых, внезапное отключение всех звуков, в том числе системных и радио. Такое лечится остановкой и выключением двигателя на 20-30 минут. Во-вторых, неожиданное включение обогрева сидений. Такое возникает спорадически. После перезапуска мотора оно, как правило, проходит. В-третьих, можно выделить зависание экрана мультимедийной системы. Кому-то помогает более свежая прошивка, но далеко не всем. В-четвертых, живущая своей жизнью система старт-стоп, которая могла работать через раз. Но у нас ее, в принципе, не жалуют, а потому сразу отключают. В-пятых, камера заднего вида, тоже работающая нестабильно, с плохим размытым изображением, периодически пропадающим и потом появляющимся снова. В этом случае ее меняли по гарантии. Возникали и прочие дисфункции, чаще всего устранявшиеся дилерами бесплатно в рамках гарантийной поддержки. Так что дорогу до дилерских станций владельцы кроссоверов выучивали на зубок. К чести официальной сети стоит сказать, что за редким исключением решение вопросов происходило без малейшей задержки и лишней нервотрепки. Впрочем, ввиду высокой стоимости услуг дилера как таковых, многие владельцы рейнджроверов потом переходили на независимые СТО, где и сервисы запчасти стоили гораздо дешевле. Так что, увы и ах, подкинуть проблемок этот рейнджровер Велар может. С вами была программа «Поддержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи!